Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем изучать 26 главу этого Евангелия. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Святые отцы настаивают на том, что книжники-фарисеи стремились погубить Иисуса Христа, но они старались это делать только не на Пасху, чтобы не было возмущения народа, а с другой стороны, чтобы его смерть не выглядела бы такой символической. Но это произошло именно на Пасху. Тогда собрались и первосвященники, и книжники, и старейшины народа «Во дворе первосвященника по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». То есть они хотели сработать на опережение, чтобы это событие не было бы связано с пасхальными днями. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокоженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата. Можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Здесь мы видим, что даже ученики проявляют такую скоредность по поводу этого драгоценного мира, и они начинают рассуждать, сколько можно было бы получить денег от продажи этого мира. А в контексте других Евангелий мы видим, что такая мысль, она принадлежала, в общем-то, Июде. Потому что Июда носил ящик для сбора цедаки, то есть пожертвования для общины Иисуса. И, наверное, когда он увидел этот драгоценный мир, некий такой калькулятор включился в его голове, и он сосчитал, сколько это стоит. Всегда, когда говорят о том, что лучше бы помочь нищим, это какая-то коррупционная составляющая. Обычно помощью там нищим, детям прикрываются люди, типа там Остапа Бендера, который собирает средства с каких-то людей исключительно в свой собственный карман. «Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой». То есть, а что вам мешало в другой ситуации помогать нищим? «А меня не всегда имеете, возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». И действительно, мы знаем, что Христос умирал в пятницу, и поспешно снимали тело с креста, потому что приближался праздник, и так поспешно похоронили, что тело не омывалось, не обтиралось миром. Таким образом, эта женщина, она реально приуготовила Христа к погребению. И Христос говорит, «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И действительно, во всей вселенной, когда читаются Евангелия, вспоминаются вот эти события, связанные с этой женщиной, которая, да, без сомнения, она была грешная женщина, но ее стремление послужить Христу заслуживает подражания. «Тогда один из двенадцати, называемый Июда, то есть именно тогда, когда калькулятор заработал в голове, тогда один из двенадцати, называемый Июда Искариот, пошел первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам придам его». Почему именно тогда? Потому что он счел, что это крайняя расточительность, деньги прошли мимо его рук, и он понял, что Иисус Христос, его община, это не тот коммерческий проект, в котором ему надо принимать участие. И Июда решил предать своего учителя, и он задает вопрос, что вы дадите мне, и я вам придам его. Они предложили ему тридцать сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. В чем заключалось предательство? Предательство заключалось в том, что надо было указать время и место, где Иисус, желательно в ночное время, будет в окружении малого количества учеников. Потому что арестовать его днем, в присутствии народа, боялись, как мы выше прочитали, чтобы не сделалось возмущение в народе. И вот предательство Июды заключалось в том, что он знал, где Христос будет находиться, в какое время, в каком месте, и он должен был оповестить книжников и фарисеев, первосвященников и саддукеев о том, что он планировал сделать. На самом деле это очень разные люди. Книжники, фарисеи, саддукеи, первосвященники. Но в этот момент все эти силы объединились против Христа. Мы видим, что и сейчас мир объединяется против Христовой Церкви, когда принимаются законы антихристианские. Псалмопевец Давид, Второй Псалом. Здесь мы видим пророчество об этом событии. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное, восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его?» То есть совещание против Господа и против помазанника Его, то есть Христа. Это та реальность, в которой мы живем, и которая впервые себя обозначила, когда был этот совет против Христа. И далее мы читаем, «В первый же день опресночной приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Имеется в виду не прямо, что первый день опресночной, а день, когда надо было уничтожить весь Хамец, все-таки приготовить Пасху. Приготовление Пасхи в то время означало уничтожить все кислое, дрожжевой хлеб сжечь, чтобы ничего дрожжевого не оставалось в помещении, где Пасху отмечали только с пресными хлебами, ибо этого требовал закон Божий, закон Моисеев. Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите Ему, учитель говорит, время Мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками Моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Приготовление Пасхи – это уничтожение Хамец, когда выметали буквально все помещение, и даже читалась специальная молитва на обнаружение Хамец. И чтобы эта молитва была не напрасной, клали кусочек Хамец, то есть кислого хлеба. А потом со свечой обходили по углам, читая эту молитву на обнаружение Хамец, и выносили, и сжигали этот Хамец. А пресники клали тремя стопками на праздничный стол, тремя стопками в честь богатых евреев, среднего достатка евреев и бедных евреев, знаменуя этим то, что каждый может прийти на пасхальную трапезу и принять участие в пасхальном седере. Причем по понятиям иудаизма того времени дверь нельзя было запирать в жилище. Пасха – это, кстати, семейный праздник, это не общественное богослужение в те времена. И люди должны были принимать всех, которые приходили к ним, и богатые, и среднего достатка, и бедные, чтобы они участвовали в Пасхе. Поэтому нет ничего удивительного, что человек дал согласие, чтобы в его помещении проходил этот тайный вечер. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, ну, естественно, никаких стульев там не было, и столов в нашем понимании тоже не было. Стол в то время – это некое возвышение, ну, буквально на несколько сантиметров от пола, а люди именно возлегали, то есть устилали такое помещение коврами и всякими пуфиками, подушками, на которые люди облокачивались. Они возлегали, и в таком положении они отмечали Пасху. При этом по закону Моисееву они были одеты, обуты, припоясаны и с жезлами в руках. Это в знак того, что они готовы совершить свой исход из языческого Египта греха в состояние Ханаана, Царствия Божия. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Что они ели? По Моисееву закону мы видим, что они ели горькие травы. Почему? Они ели горькие травы, там, чеснок, лук, там, перец, до того момента, чтобы слезы текли из глаз. Чтобы вспоминать тяжелое египетское рабство, из которого в эту ночь Бог и избавил еврейский народ. Но также они запекали ягненка, на косточке обязательно должно было быть это мясо, и пили вино, и разламывали хлеб, то есть те опресники, которые там находились. «Когда они ели, Христос сказал «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них «Не я ли, Господи?» Вот здесь мы видим печаль апостолов друг за друга и за себя. Все-таки они вот в этот момент самим вопросом «Не я ли, не я ли?» Они проявляют, конечно, смирение. «Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня, впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше бы было этому человеку не родиться». Ну, дословно имеется в виду «омокнувший хлеб в соль». Дело в том, что соль в чистом виде на пейсахе она не употреблялась. Делался соляной раствор, и человек опресно омокал в соль, а в таком виде вот эта соль, растворенная в воде, она символизировала слезы еврейских младенцев, которых египтяне бросали в Нил, в воды Нила. «Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня, впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается, лучше бы было этому человеку не родиться». При всем и Юда, предавший его, сказал «Не я ли рави?» Хотя он уже совершил акт предания. Если со стороны апостолов этот вопрос «Не я ли» – это проявление смирения, то со стороны Юды – это акт лицемерия. «И Иисус говорит ему, ты сказал». То есть ты как бы этими словами уже сам обличил себя. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал «Примите, идите, сие из тела мое». Вот до этого момента совершался обычный пасхальный цедр. Благословение хлеба, то есть баруха на хлеб. Обычно такая молитва, она начинается с словами, это баруха та адонай. И благословляется хлеб, амацы хлеб. Но вот когда Христос добавляет слова, что сие есть тело мое, он меняет иудейский цедр пасхальной службы на новозаветную литургию. Вот до этого все было как обычно, но здесь начинается уже тайна действия. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал «Примите, идите, сие из тела мое». И, взяв чашу и благодарив, там тоже поднимали чаши несколько раз за трапезу пасхальную, и была молитва благодарения, баруха на вино. «Подал им и сказал, пейте из нея все, ибо сие есть кровь моя». Вот это уже необычные слова для пасхального цедра. «Ибо сие есть кровь моя новозавета за многих изливаемый в оставлении грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И действительно, вот от этого момента, и, собственно, говорят, до смерти Христос уже не будет ни есть, ничего не пить. Он будет подвергаться избиениям, осмеянию, заключению в темнице и потом крестный путь и распятие. «И воспев пошли на гору Илеонскую». Что значит «воспев»? Было принято петь определенные псалмы во время пасхальной трапезы, а потом все собирались из разных домов на гору Илеонскую и составляли там единый большой хор и пели уже все вместе. «И воспев пошли на гору Илеонскую», то есть, чтобы там уже исполнять псалмы с народом. «Тогда говорит им Иисус «все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано поражу пастыря и рассеются овцы стада». Как я уже объяснял, у Матфея наиболее чаще цитируется Ветхий Завет, чем у других евангелистов. Это связано с тем, что по преданию он написал это Евангелие для лица еврейской национальности. И действительно у Давида было это предсказание «поражу пастыря, и рассеются овцы стада». «По воскресенье же моем, говорит Христос, предваряю вас в Галилее». То есть ожидаю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Вот апостол Петр, конечно, был очень такой импульсивный человек, он все время ведет себя как юноша, хотя он был человеком в возрасте. Самым молодым там был как раз Иоанн Богослов, а не Петр. Но Петр, смотрите, как он ведет себя на горе преображения, на фаворе. Давайте сделаем тут три кущи, три шалаша. Как он ведет себя здесь на Тайном вечере, как он ведет себя в момент ареста Христа и так далее. Это очень импульсивный был человек. Собственно говоря, каждый из 12 апостолов это некий характер и некий психотип. Но на примере 12 Христос показал, что каждый может найти свое место в его общении. Из 12 только один отпал. Июда. Его беду мы понимаем и знаем. Сребролюбие, корость. Вот эта зараза проникла в его сердце. И не дай Бог проникнет в наше сердце. Иисус сказал ему, Петру, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр, опять такая импульсивность, хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Но здесь мы видим, что и другие поддались вот этой импульсивности Петра. Подобное говорили все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, это Гефсиманский сад, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь и там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя, немного пал на лицо свое, молился и говорил, отчим мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Гефсиманское борение о чаше, это очень знаковое событие, очень важное событие, когда Христос в своем истинном человечестве, в своем истинном божестве, он как бы не приемлет то, что ему предстоит. По человечеству ему предстоят тяжелые страдания, сама смерть, это естественно сопротивляться. А по божеству, как он возьмет на себя грехи всего мира? Бог – это абсолютная святость, Бог и грех – это понятия несовместимые. И, конечно, здесь вот это борение – это ипостась, в ипостаси Христа божественное и человеческое – это единство. Халкидонским определением нераздельно, неразлучно, неизменно, хотя и не слиянно. И как Бог и человек возьмет на себя грехи всего мира, если святость противоположна греху. И как страшно человеку вкусить смерть на кресте, ведь сказано в законе Божьем «проклят, висящий на древе». Но он должен был взять на себя проклятие греха. И перебаривая себя, он говорит не как «я хочу», но как «ты». То есть всецелое упование на волю Отца Небесного. И в то же время здесь как бы человечество Христа подчиняется божеству Христа. Такое столкование тоже возможно. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаше сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя, и придя находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели». Вот здесь мы видим, что Христос уже более решительно проявляет упование на волю Отца Небесного в этом втором молитвенном прошении в Гефсимании. «И оставив их, отошел опять, помолился в третий раз, сказав то же слово». То есть это не спонтанно было решение подчиниться воле Отца. Трижды он молится, тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «А вы все еще спите, почиваете, вот приблизился час, и Сын человеческий предается в руки грешников, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Предательство Иуда заключалось также в том, что в темноте трудно было понять, кто Христос, а кто апостолы. Поэтому Иуда должен был не просто привести людей в определенное время, в определенное место, он должен был подойти ближе, рассмотреть, кто Иисус, приветствовать Его поцелуем, чтобы воины увидели, кого Он приветствовал, и в этом тоже заключалось предательство, чтобы в темноте Иисус не скрылся бы, а вместо Него не схватили бы какого-то апостола. Поэтому мы далее читаем. «И когда еще говорил Он, вот и Юда, один из двенадцатых, пришел, и с ним множество народа, с мечами и колями, от первосвященников и старейшин народных, предающий же Его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите Его, и тот час, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся Рави и поцеловал Его». Это был последний акт предательства. И Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» То есть слова об обличении, они были как бы уже и не нужны самими действиями. Грешник, даже выражением своего лица, грешник свидетельствует за своей порочностью значительно больше, чем нежели бы сто свидетелей говорили бы о его грехах и преступлениях. То есть здесь все было очень ясно и прозрачно. «Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли Его, и вот один из бывших с Иисуса, простерший руку, это апостол Петр, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». Этот текст очень любят христианские пацифисты, они говорят, что этот текст, эти слова Христа запрещают вообще брать в руки оружие. На самом деле нет. Здесь говорится о том, что тот, кто первый выхватывает меч, на него найдется другой меч. Именно так эти слова понимал благоверный князь Александр Невский, который перефразировал их следующими словами. «Кто на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет». И так происходит арест Христа Иисуса, его пленение, и далее его ведут на суд первосвященника Каиафы, об этом мы читаем чуть ниже, 57 стих. «А взявшие Иисуса, отвели его к Иафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». И начинается допрос у первосвященника Христа. Да, кстати, некоторые могут смутиться, почему о первосвященниках иногда говорится во множественном числе. Тогда были первосвященники на покое. То есть, если по закону Моисееву первосвященник должен был занимать эту должность пожизненно, то в I веке эта должность перекупалась. И был один действующий первосвященник и мог быть первосвященник на покое. Вот как сейчас там действующий римский папа и папа на пенсии. Вот у них была немножко подобная ситуация. Первосвященники предложили, чтобы лжесвидетели свидетельствовали против Иисуса, но их лжесвидетельств оказалось недостаточно. Тогда первосвященник начинает форсировать эту ситуацию. Он обращается непосредственно ко Христу и он восклицает. «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос Сын Божий?» Почему он прибегает к заклятию именем Бога? Потому что до этого Христос молчал, когда его спрашивали, научая и нас в некоторых случаях молчать, когда нас обвиняют, что-то против нас говорят. Но когда заклятие идет именем Божьим, Иисус должен был ответить, и мы читаем 64 стих, Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на облаках небесного». То есть отныне, то есть с этого момента вы уже заглянули в день суда, уже как бы оказались там, и вы увидите на суде Сына Человеческого, Сына Божия, Который будет судить вас за это преступление. «Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ, повинят смерть. Вот это было нарушение закона Моисеева, того порядка, регламента суда, который на тот момент существовал. Нельзя было выносить приговор в день судебного разбирательства. Считалось, что должно было пройти некоторое время, чтобы эмоции судебного процесса остыли, и более обдуманно, взвешенно люди бы вынесли приговор. Здесь было очень, кстати, много нарушений по поводу судебного процесса над Христом, даже с точки зрения, собственно говоря, Пятикнижия и Мишны, того устного законодательного свода, который тогда уже был достаточно авторитетным. «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили про реки нам, Христос, кто ударил тебя». Это тоже совершенно недопустимо. Тут очень много было чего недопустимого. Во-первых, было галахическое правило, что евреи ни по какому обвинению не выдают в руки язычников. Они это нарушают, когда отводят Христа, Иисуса из Назарета, как они считали, к Понтию Пилату. «Петр же, то есть все это время, сидел вне на дворе и подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся пред всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся, склятывая, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Что значит «и речь твоя»? Ну, был галилейский некий диалект или акцент в той местности. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего Иисуса. Здесь мы видим как будто такую деградацию в его падении. Сначала он просто отказывается, потом склятывая отказывается, теперь клянется уже именем Божьим, божиться, что не знает Иисуса. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня и выйдя вон, плакал горько». Собственно говоря, раскаяние переживают два человека в связи с этими событиями. Это апостол Петр, который, услышав крик петуха, раскаялся и заплакал. Но раскаяние переживает и Иуда, о котором сказано, что Иуда раскаялся, пошел и удавился. А в чем же отличие между раскаянием Петра и раскаянием Иуды? В некотором смысле предательство Петра было более серьезным, чем предательство Иуды. Иуда один раз предал Христа. Петр трижды отрекается от своего учителя и даже призывает имя Божие, Божица, клянется именем Бога, что он не знает Иисуса. Раскаяние Петра – это было раскаяние перед Богом, ибо Иисус Христос, его Божественный Учитель, открыл ему образ Бога, как любящего Отца, милостивого и милосердного. А раскаяние Иуды – раскаялся, пошел и удавился. Что это за раскаяние? Это самоедство, раскаяние перед самим собой. И он от безысходности такого самоедства, мучаясь угрызениями и совестями, пошел и удавился. Поэтому Петух в Древней Церкви – это был символ призыва к покаянию. И христиане иногда делали изображение Петуха как знак необходимости осознания важности покаяния. И действительно подлинное раскаяние – это то, которое совершается перед Богом. Итак, сегодня мы с вами, друзья, окончили изучение 26 главы, и целый ряд духовных уроков, наставлений мы получили из этого текста. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим наше занятие по Евангелию от Матфея на портале Exeget.